Россия запрашивала Интерпола нахождение к сотрудникам администрации Кремля Олега Смоленкова. Об этом в четверг на брифинге заявила официальная представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она уточнила, что сообщение американского телеканала CNN о том, что Смоленков передавал США секретные данные России, классическая пропаганда. Гражданин России исчез на территории иностранного государства вместе со своей семьей. По этому факту в России сразу же, насколько мы знаем, было возбуждено уголовное дело. Спустя два года американские же средства массовой информации вбрасывают материал о том, что он находится на территории США. Само собой, эта информация, эти материалы требуют проверки в рамках соответствующих процессуальных процедур, норм. И в этой связи перед Вашингтоном по линии Интерпола были поставлены вопросы относительно факта пропажи российского гражданина и его нахождения на территории Соединенных Штатов Америки. Если же говорить в целом, то весь сюжет CNN – это классическая пропаганда. Сначала ставится цель, затем под нее подгоняется информация. Какова же цель? Абсолютно точно, и здесь нет никаких сомнений, внутриполитическая. Ведь в США началась электоральная кампания. В данном случае телеканал пытался выстрелить по президенту Соединенных Штатов нынешнему, а попали по президенту США прошлому, раз телеканал предположил, что в России в период правления Обамы работал агент ЦРУ. Мария Захарова также обратила внимание на то, что телеканал CNN совершенно не скрывает своей ангажированности. Политический обзареватель Александр Гурнов говорит, что Смоленков стал заложником внутриполитических игр США и не исключил, что бывший сотрудник администрации Кремля рискует повторить судьбу Сергея Скрипаля. Смоленкова могут спрятать, обвинив Россию в том, что она отравила еще одного агента. Конечно, игра. Они одновременно, значит, разыгрывают нас, плюс катят, как говорится, по воду своего президента, что для него пропал этот человек. Вот, и вылез с кого-нибудь из Аргентины, отместить с железной детьми. Вот, и объявляю, что русские отравили еще одного, значит, своего агента. Нашли, вычислили и отравили. Вот, чтобы надо не забыть предупредить журналистов, которые того, кого дома отираются, чтобы они за русскую веру не трогали, которые тоже могут потом присоукупить как свидетелей использования какого-нибудь старичка, новичка, простачка. Смоленкова никто не тронет, считает политолог Георгий Бофт. По его мнению, у бывшего сотрудника Кремля, возможно, есть компромат, который обеспечивает его безопасность. Тут такой деликатный вопрос. Был ли он под колпаком или не был? Ну, например, по таким людям, чтобы работать, наверное, нужно какое-то разрешение. Или, когда по ним начинают работать, то, наверное, как-то информируют вышестоящее начальство. Делятся своими подозрениями, например. Может быть, здесь имела место халатность со стороны тех, кто должен был держать его под колпаком. И чтобы потом эту халатность, сделаем страшное предположение, как-то замазать, это дело, в общем, особенно и сейчас пытаются пригасить. Делаем еще одно предположение. Он обеспечил себе гарантию своей безопасности, дав понять тем людям, которые могли, например, посыпать ему полоний или новичок какой-нибудь подвезти. Он же ведь особенно не скрывался. Он под своей фамилией в Вирджинии так и жил. Может быть, он дал им понять, что если со мной что-то случится, то вот в сейфе, в одном укромном месте, лежит такой компромат, что вам мало не покажется. Поэтому его и не трогали. И сейчас не тронут. Заместитель главного редактора российской газеты, писатель-документалист и историк спецслужб Николай Долгополов уверен, теперь нужно задать главный вопрос. Сможет ли дело Смоленкова ухудшить и без того тяжелейшие отношения между Россией и Соединенными Штатами? Говорят, что дно достигнуто. На мой взгляд, дно не достигнуто пока еще в отношениях. Но, тем не менее, вот это не то дело, которое может потянуть нас с американцами ко дну. Это, я бы сказал, такая мелкотравчатая попытка, которая также мелкотравчато и завершится. Что будет дальше? Мы посмотрим, мы выясним. Да, такой человек был. Да, такой человек предал. Да, конечно, его вывезли. И его сейчас абсолютно бесполезно пытаться возвратить в сторону гражданином, которой он является. Или, в знак вопроса, являлся. Думаю, что это одна из тех попыток убежать. Его можно уже смело назвать, я не говорю пока шпионом, но его смело можно назвать невозвращенцем. Пока вот давайте так, такую формулировку дадим. И невозвращенец это тот, который не собирается возвращаться. Какое-то пройдет время, и мы узнаем, стал ли невозвращенец к западным агентам. Наверное, стал. Я подчеркиваю, наверное, в знак вопроса стал. Утверждать пока не берусь, хотя, к сожалению, довольно активно в это верю. Информации об Олеге Смоленкове крайне мало, но комсомольской правде удалось найти людей, которые были лично знакомы с бывшим сотрудником администрации Кремля. О том, какие договоренности могли быть между Смоленковым и ЦРУ, знает корреспондент отдела международной политики комсомольской правды Эдвард Чесноков. Мы поговорили с большим количеством источников, в том числе, знавшим Смоленкова лично. Об этом вы можете прочитать в комсомольской правде. Выяснили его, если так можно сказать, психологический портрет. Смоленков Олег Борисович родился в 69-м году, то есть ему сейчас уже 50 лет. То есть это не какой-то, чтобы вы понимали, безусый юнет, которому там можно заморочить голову разными фасулами, человек вполне сложившийся. Далее, другой источник, который лично его знал, когда он в середине нулевых работал в посольстве России в Вашингтоне, в США, рассказывал, что этот человек жаловал ему, нашему источнику, на то, что он не видит для себя перспектив в мире, что ему там мало платят. Ну, это был, так может быть, 2005 год. И то есть мотив, по которому Смоленков сделал то, что он сделал, в общем, прозрачный, вырисовывающийся отчетливо. Если вы видели фотографию вот этого дома в семи комнатах за миллион долларов, там, в штате Вирджиния, да, то, в общем, все понятно. Какая степень допуска? Есть вообще три степени допуска. Первая, вторая, третья. Вот у него была вторая. Эта степень позволяет иметь доступ к информации под грифом «совершенно секретно». С первой степенью нельзя выезжать, а вот, что занятно, у Смоленкова вроде бы второй допуск к секретным материалам, а за границу выезжать можно, чем он, в общем-то, и воспользовался, и всей семьей улетел. В Черногорию в июне 17-го года. По нашей информации, он не был завербован в США, в привычном понимании этого слова. То есть, да, он вступил в контакты с людьми с той стороны, из Ленглии, из ЦРУ, и он эти контакты реализовал сейчас. Опять же, там, по нашим данным, хотите верьте, хотите нет, речь шла о какой-то однократной услуге. Возможно, в районе 16-го года он что-то передал американской стороне, имея доступ к внешнеполитическим документам России, что вошло там и в досье Кристофера Стилла, и в финальный доклад Мюллера, и фигурировал его расследование. Там, кстати, упоминается, это очень смешно, то есть у них, хотя этот источник, это мега засекречен, но он упоминается без имени, естественно, что есть какой-то источник в Кремле, который там что-то вещает. Наша версия, что его ущерб там какой-то был, безусловно, причинен, но он был незначительный. У ЦРУ очень много провалов, да, Сноуден сбежал. Ну, Сноуден это АНБ, но как американская разведка в общем. Брэдли Мэннинг, информатор тоже, Викиликс. То есть эти все люди же по идеологическим соображениям предали американское государство. И им нужно сделать вот то, что называется success story, красивый кейс. Вот смотрите, человек, значит, на нас поработал. Они, естественно, не могут сказать, что это была какая-то однократная услуга. Они говорят, что вот это мега ценный агент. И вот мы его и эвакуировали героически, и дома ему вот этот красивый покатили. Впервые о неком информаторе со ссылкой на источники в американской администрации сообщил CNN. По данным телеканала, в 2017 году Вашингтон провел спецоперацию и вывез своего агента, близкого к российским властям. Позже в СМИ сообщили, что речь идет об Олеге Смоленкове. В Кремле подтвердили, что Смоленков действительно числился в администрации президента, но несколько лет назад его уволили. Кроме того, у бывшего сотрудника не было прямых контактов с главой государства, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Продолжение следует... Продолжение следует...